Всем привет! Сегодня мы в рамках Акмольского областного совета по поддержке молодежи при партии Аманат пришли с экскурсии в специализированную спортивную детско-юношескую школу «Бурабай». Всем приятного просмотра! Мы являемся вообще спортивной школой, детско-юношеской школы «Бурабай». То есть специализированная детско-юношеская школа, мы государственное учреждение при управлении. Бассейн сам 50-метровый, длина 50 метров, ширина 23 метра и 8 дорожек, соответственно. Проходимость на одной дорожке 12 человек, то есть посчитать, что это 90 с чем-то человек могут зайти на одно посещение. У нас здесь функционируется два вида, это плавание и водное поле. Остальное у нас проходит федерация, тренируют по плаванию, клубы тренируют по плаванию и, соответственно, население мы проводим. Здесь по загрузке как вообще проходит? Когда коммерческие занимаются обычные тренировки? Как у нас загруженные 100%? Примерно я вам сейчас могу сказать. Если с 8 часов, а 1 час у нас утром заходит население, им дается две дорожки для населения утренние, остальное занимает учебно-тренировочное занятие. То есть это плавание и водное поло. Время учебно-тренировочное занятие с 8 до 11 часов, это занимаются чисто дети нашего заведения, спортшколы. То есть зачисленные дети с тренерами. У меня 5 тренеров на данный момент по плаванию и 2 тренера по водному полю. С 11 часов до 4 занимаются население и клубы спортивные, которые, соответственно, аренуют. У нас есть три удрежденных расписания. То есть первое, это наши основные дети, то есть это как плавание, как я Наталья Раскардов сказал, и водное поло. Второе расписание у нас идет, это массовый спорт. То есть сюда входят у нас как раз, вот про что я вам говорила, дети-инвалиды, школьники. Инвалиды первой, второй, третьей степени у нас получаются, дети до 6 лет. Также в нашем спортивной школе, здесь именно в бассейне, входит на бесплатное ословие спортклуб Мерген. То есть это люди с лучшими возможностями. У нас по студентам скидки были, они также и остались, они по всем направлениям предоставляются? Да. Вот у нас студенты, которые ходят, у них 50% скидка. Это идет бассейн, тренажерный зал. В тренажерном зале очень много ходит школьников именно с 14 лет и до 35 лет. И, естественно, это массовое катание. То есть это, вы сами понимаете, да, как бы очень много туда ходят студентов и школьников. У них тоже у всех есть 50% скидка на основании наших пресс-листов. Там все конкретно прям прописано и написано. Мы как, вмещаем, да? Потребность мы закрываем вообще-то, что вот у нас есть эти объекты? Да, конечно. Конечно. То есть строительство, если нового спортивного объекта, есть в этом необходимости или нет? Конечно, есть. Из начала учебного года было, ну, как и давно было, 8 отделений спортивного. И сейчас еще добавили с марта месяца хоккей, детский хоккей. По шорт-реку 80 с чем-то детей у нас тоже, опять же, занимается зачисленной конкретно в школе. По фигурному катанию 40 детей, маленьких деток. И вот недавно мы зачислили 65 детей на хоккей с шайбой. А сколько стоимость составляет вот покататься вообще в целом? Средний билет и студенческий здесь? Ну, если, допустим, вот массовое катание у нас идет, 1000 тенген. Для студентов 50% скидка. А вы же тренер получаете, да? Можете сказать, есть ли еще места для тех, кто хочет только записаться в брейкинг? Брейкинг, да, это же? Да, в брейкинг. И не важно ли это? Ну как, мы же обучаем этим, то есть у нас все... Ну, то есть дети приходят, мы их сначала закачиваем физически, чтобы тело укрепилось. И после этого они занимаются вполне свободно. То есть травмы бывают, но если дети не слушают. То есть дисциплина должна быть в любом случае. Набор мы ведем постоянно, места есть, никого не ограничиваем, все бесплатно, все для детей, как говорится. Бесплатный, да, курс. А возраст? От 6 и выше.